Слов, которые выделены определенным цветом в самом низу, создавая определенный эпатаж для этого блокада, ну, иными словами, это просто-напросто не привлечь. Значит, бросайте мусор прямо здесь. Это обычная фраза, которая применяется и крутится в голове у человека, когда он идет по городу. Вы не один раз видели, как люди, покурив, бросают тут же окурок, съев печенье, бросают обертку. Вроде бы чуть-чуть, но постепенно этот мусор накапливается. Я ранее был далек от всех этих проблем экологических, но год назад только мы вышли из судебного процесса с Росприроднадзором. Этот судебный процесс, я имею в виду ветеринарные клиники-близнецы, этот судебный процесс продолжался на протяжении двух лет. Большое спасибо гильдии ветеринарных врачей, и она в этой ситуации нас поддержала, дала экономическое и юридическое обоснование тем претензиям, отбить те претензии, которые были предъявлены Росприроднадзором. Вот у нас Марья Михайловна появилась. Бегом, бегом. Марья Михайловна, скажите для начала. Марья Михайловна, руководитель секции менеджмента на Конгрессе. Савиткина Марья Михайловна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Хочу напомнить вам, особенно всем тем, кто был с нами несколько дней, кто сегодня первый раз на секции. У нас есть анкеты, которые вы можете заполнить для того, чтобы получить материалы лекторов себе на почту. А также эти анкеты участвуют в розыгрыше сертификатов, которые дают возможность льготного обучения на образовательных мероприятиях гильдии. Сейчас мы слово передадим обратно Сергею Витальевичу. После этого будет Савинкина Марья Михайловна. И в три часа, напоминаю строго, группа будет не больше сорока человек. Малыгина Виталина Витальевна, которая расскажет вам о том, как не заболеть стрессом, не заразить своих коллег и следующих пациентов. Возвращаем. Так вот, тема мусора, она актуальна не только для ветеринарной деятельности и всех сопровождающих смежных специализаций и бизнесов. Она актуальна вообще для нашей страны. Если среди вас есть москвичи, в основном это жители городов, вы прекрасно видите, что у нас творилось с городами и что сейчас творится в Москве. Тема мусора и особенно биологических отходов, она актуальна не только для нас с вами. И на сегодняшний день бояться Росприроднадзора не имеет смысла. Здесь необходимо формировать принцип взаимодействия между государственной ветеринарной службой во всех ее видах. Это субъектовая ветеринарная служба государственная и это Россельхознадзор, потому что и те, и другие имеют право проверять уровень организации при обращении вами с биологическими отходами. На сегодняшний день штраф за нарушение для юридических лиц достигает 700 тысяч рублей. Это, пожалуйста, на заметочку и бизнесу, и контрольно-надзорным органам, которые вправе проверять обращение биологических отходов. Потому что незнание этого законодательства приводит либо к созданию коррупционной схемы, либо приводит вплоть до закрытия бизнеса. Имеется в виду не то, что бизнес рушится просто-напросто. Одно юридическое лицо закрывается, либо индивидуальный предприниматель уходит с рынка, и тут же на его месте возникает следующий индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо. С теми же учредителями, с теми же действующими лицами. Но скоро и это отверстие будет прикрыто. Уважаемые коллеги, являясь вице-президентом гильдии ветеринарных врачей по вопросам нормативно-правового регулирования и представляя на сегодняшнем лекции интересы малого ветеринарного бизнеса, могу сказать только одно, что правовые основы, они нужны всем. Опять же возвращаемся к теме контрольно-надзорных функций. Не потому, что знание силы, а учение свет, а потому, что это чревато крупными штрафами. Защита прежде всего. Исключение из коррупционной схемы, прежде всего, всего себя в первую очередь, это в качестве дойной коровы. Это является и защитой бизнеса. Какие же отходы организуются при ведении ветеринарной деятельности на территории предприятия? Я сейчас не буду брать в расчет транспортировку, вернее, выездные мероприятия ветеринарные. Мы с вами будем говорить непосредственно о предприятии, которые находятся стационарно, которая является, у которой есть официальный договор аренды, то есть то предприятие, которое находится в перечне предприятий, которые будут подвергаться проверкам согласованным. Значит, у всех на сегодняшний день существуют люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы – это отдельная категория отходов, и выкрутиться от утилизации этих отходов нет совершенно никакой возможности. Биологические отходы, пищевые отходы. Откуда образуются пищевые отходы? Значит, сейчас мы с вами будем просто акцентировать, что, где и как. Пищевые отходы. Те пищевые отходы, которые образуются при ведении ветеринарной деятельности, это пищевые отходы после обеда, после завтрака ветеринарных специалистов. Фактически они пищевыми отходами не являются. Но зачастую проверяющие предъявляют претензии, у вас же есть пищевые отходы, есть огрызок хлеба, огрызок яблока, недоеденная морковка. Вот это уже является у вас пищевыми отходами. Это не так. Далее в лекции мы будем на каждом виде отходов останавливаться и конкретизировать, что это такое в соответствии с законодательством. Не то, что вы себе можете надумать, или не то, что посчитает чиновник во время проведения проверки, а именно все эти мероприятия, они оговорены в законодательстве. Твердые бытовые отходы. Твердые бытовые отходы – это все, что можно выбрасывать в обычную мусорку. То есть это отходы от обычной деятельности. Упаковочный материал к этому может относиться, различные бутылки, но ни в коем случае не отходы ветеринарной либо медицинской деятельности. Отходы лечебной ветеринарной деятельности – это совершенно отдельная категория. Эта категория не подпадает под требования, которые проявляются к медицинским отходам, основная часть этих отходов не подпадает под требования обращения с биологическими отходами. Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду регламентированы положениями федерального закона об отходах производства и потребления. На этом слайде у нас показана мусорка, на нем происходит сортировка этих отходов. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 18 закона 83-го, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, должны разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кто сталкивался из вас с подобным требованием контрольных органов? Разработка лимитов. Вы разработали эти лимиты? Каким образом вы выкрутились? Он является модным приемлемой и сейчас в продаже стоило. Класс. Вот это та защита. Значит, разработка лимитов, она может выходить до 200-250 тысяч рублей для маленькой ветеринарной клиники. Причем объяснить это лицам, которые проверяют, либо которые подтягивают для этой разработки, совершенно невозможно. Не хотите платить 200-250 за разработку, будете платить штраф на Росприроднадзор в размере до 800 тысяч рублей. То есть, два года назад именно такая ситуация и была. То есть, на сегодняшний день порядок разработки и утверждений нормативов и образования отходов, он не нужен для субъектов малого предпринимательства. То есть, это мы с вами. В то же самое время, станция по борьбе с болезнями животных, которая на сегодняшний день является полноправным участником рынка ветеринарных услуг, она под эту категорию не подпадает. И станция по борьбе с болезнями животных, это конкретно касается государственной ветеринарной службы, они обязаны разрабатывать эти лимиты. Вот здесь у них может возникнуть проблема. К сожалению, на сегодняшний день у нас другие надзорные органы не рассматривают государственную ветеринарную службу как полноправного участника рынка ветеринарных услуг. Но я думаю, это потихонечку будет исправляться. Уже в этом году пошли достаточно серьезные изменения по финансированию по многим регионам. Я не знаю, это повсеместно или нет, но из многих регионов уже есть сообщение, что полностью лишены бюджетного финансирования некоторые направления платных ветеринарных услуг, выполняемые государственной ветеринарной службой. Приказом Минприроды России от 25.02.2010 года, номер 50, определен порядок разработки и утверждений этих нормативов. Согласно пункта 5 порядка, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются территориальными органами Росприроднадзора на основании комплекта обосновывающих расчетов, материалов и документов, проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрабатываемого индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии. То есть не только нас с вами, это надзорные органы по этому направлению могут выворачивать наизнанку. Большая проблема возникла у государственной ветеринарной службы. Современное российское законодательство в части обращения отходов и экологической безопасности, оно точно так же, как и ветеринарное законодательство, имеет такую плавную текучесть в сторону ужесточения и специализации направленности контрольно-надзорных органов. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья в виде технического отчета. Этот технический отчет разрабатывается в соответствии с методическими указаниями по разработке проектов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом Ростехнадзора. Технический отчет, я не буду сейчас называть номера, потому что я смотрю, основная масса здесь слушателей это представители бизнеса, а любой бизнес, который на сегодняшний день в Российской Федерации занимается оказанием платных ветеринарных услуг, является субъектом малого предпринимательства. То есть вот эти вот нюансы по нормативам я буду упускать. Если в зале присутствует государственная ветеринарная служба, я в последующем могу ответить на эти вопросы и указать все номера документов, в соответствии с которыми должно все это дело разрабатываться. Значит, у государственной ветеринарной службы в этой ситуации есть выбор. Либо ожидать, пока отловят, либо самостоятельно сдать нормативы и встать в очередь на плановую проверку. Значит, в чем еще прикол составления подобных всех нормативов, планов и так далее, и так далее. Те, кто обязан сделать эти планы и нормативы, разрабатывают, платят за это деньги, становятся на учет в Росприроднадзор и тут же попадают в плановую проверку. Такая ситуация произошла с одним из близнецов. Это близнецы Юг в районе метро Красногвардейской. Как только вышло это постановление, мы же ответственные, юридически воспитанные и решили все эти лимиты выполнить. Мы выполнили лимиты, нашли возможность не за такую сумму сделать, а за более меньшую. Тогда не было послабления для субъектов малого предпринимательства. И мы пошли по направлению выполнения требований законодательства. До сих пор это дело расхлюбываю. Написали лимиты, сдали, нас похвалили, привели всем в пример и тут же внесли в плановую проверку. Да. Извините, пожалуйста, похожая ситуация у меня. В городе Самоскопово-Ал-ЦИЗО. У нас только, прежде чем эти лимиты рассчитать, получить, индивидуальный предприниматель должен еще получить сертификат. Какой они придумали сертификат? Не придумали, ниже я об этом скажу. Это не сертификат, это документ, подтверждающий образование. Это должно быть либо свидетельство, либо удостоверение, либо диплом. Это по закону об образовательной деятельности, изменения и дополнения которым вступили в силу с 1 сентября прошлого года. Ниже я об этом буду рассказывать более подробно. В соответствии с пунктом 1 ст. 16 Федерального закона по охране окружающей среды, негативное воздействие на окружающую среду является платным. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ. Это с экологией получается примерно так же, как в анекдоте с разворотом. Водитель спрашивает у гаишника, здесь можно поворачивать? Можно, но за деньги. Тут та же ситуация. Что бы вы ни делали, что бы вы ни производили, или вы по-любому оказываете негативное воздействие на окружающую среду? Сбросы загрязняющих веществ и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Внимательно следите за картинками. Я сейчас называю и перечисляю негативное воздействие на окружающую среду и идет сразу же наглядная иллюстрация, что под этим понимает российское законодательство, как его трактует российский законодатель и во что это может потом превратиться при непосредственной вашей проверке. Значит, даже несмотря на то, что близнецы Юг были субъектом малого предпринимательства, последняя проверка привела к судебной ситуации. Мы выиграли этот процесс, но затратили несколько больше денег, чем если бы заплатили штраф. То есть не нужно вообще подходить близко даже к экологам. Любите государственную ветеринарную службу в этом отношении. Государственная ветеринарная служба, если будете выполнять минимальные хотя бы требования, которые предъявляться будут в ближайшее время госпитслужбой, она вас может спасти от этого Росприроднадзора. Это гораздо злобнее организация, чем госпитслужба. Загрязнение недр и почв. К сожалению, я не нашел картинку, реально отображающую загрязнение почв и недр. Ну, по большому счету, это сброс большого количества, допустим, как отходы производства при птицеводстве. То есть фекалии кур, так называемого гауно, оно сбрасывается во враги, это уже называется загрязнением почв. То есть все происходит в больших объемах, в больших размерах. Что? Удобрение. Доказать надо? Нет, нет. Если удобрение, это уже называется использование. Если просто берется и сбрасывается, это загрязнение окружающей среды. Дальше по использованию тоже будет формулировка. Размещение отходов производства и потребления. Что такое размещение отходов производства и потребления? По большому счету, это свалка. Если вот то, то как раз, что изображено сейчас на слайде. Загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических излучений. Что это такое, тоже понятно. Допустим, стоит какая-то вышка, та же самая телевизионная вышка. В определенном радиусе нельзя размещать жилые здания и сооружения, потому что идет непосредственное влияние на человека. Линии электропередач. Это тоже излучение идет определенное. Там тоже в определенных зонах под линиями электропередач нельзя размещать детские сады, жилые здания и сооружения, учебные заведения и так далее. Там, по-моему, только разрешается, я сейчас не помню, по санитарным и педагогическим требованиям, там разрешается под ЛЭПом размещать только хранилища отходов. Иные виды негативного воздействия на окружающую среду. К иным видам негативного воздействия на окружающую среду можно будет относить все, что угодно, что не поименовано в федеральном законе, перечисляющем, какие виды негативного воздействия могут быть. Ну, тут, конечно, проверяющий может подходить с точки зрения и другие официальные лица. Под этим можно подразумевать все, что угодно. Плюнул на пол негативное воздействие на окружающую среду. Постановлением правительства Российской Федерации от 1992 года 632 утвержден порядок определения платы и ее предельных заразмеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. Порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с природопользованием, и предусматривают взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стациональных и передвижных источников. Выброс в атмосферу. Что подразумевается? Может ли ветеринарная клиника, либо предприятие, ведущее ветеринарную деятельность, осуществлять выбросы в атмосферу? Не может. Может только осуществлять, это квалифицируется несколько иначе, это выброс в атмосферу может, возможно быть, только при эксплуатации зданий и сооружений, на территории которых размещается ветеринарная клиника. А это уже несколько иной вид воздействия. То есть воздействия при эксплуатации, но не непосредственно выброс в атмосферу. Сброс загрязняющих веществ, поверхностные и подземные водные объекты. Размещение отходов, другие виды воздействия. Шум, вибрации, электромагнитные, радиационные воздействия и так далее. Здесь вы видите, что такое хранение отходов, захоронение отходов, обезвреживание отходов и использование отходов. Хранение отходов. Понятно, да? Что это такое? Потому что при проведении проверок специалисты приходят и находят в ветеринарной клинике места хранения отходов. Захоронение отходов, обезвреживание отходов. Все это может проверяющий найти на территории вашей клиники, где работает 2,5 человека. В силу статьи 1 закона под размещением отходов понимают их хранение и захоронение. В первую очередь, хранение отходов определяется как их содержание в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования, а захоронение, как изоляция, не подлежащая дальнейшему использованию отходов в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. Возможно ли подобные действия отнести к ветеринарной клинике, к предприятию, ведущему ветеринарную деятельность, если это не вредное производство или вредное производство?